Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите прохождение моего челленджа Апокалипсис, вернее, моё прохождение челленджа Апокалипсис и его продолжение. И начать серию я решила вот с такого уведомления, так сказать, привета от нашего Гидри. И да, давайте же посмотрим, что он нам тут пытается донести. Ого! Вы уже давно здесь живёте и знаете, что многие на вашем месте дали бы дёру. Мне нравится, что вы не идёте на компромиссы. Никогда не сдавайтесь! У меня не так много всего, ведь у призраков сложные отношения с материальными предметами. Но я всё же хочу отметить ваше упорство. Держите мою куртку, не переживайте, у меня их много. Но это была на мне во время смер... То есть она мне очень дорога, понятно? Продолжайте в том же духе. Прочно держитесь на ногах. Это ваш дом с призраками или без. Ваша жизнь в ваших руках. Я знаю, что она будет незабываемой. Спасибо, Гидри. Что случилось с этой курткой? Спасибо, Гидри. Одарил нас новым предметом в кассе. Это круто. Спасибо большое. Не стоит благодарности. К тому же, теперь мы будем похожи как две капли воды. Прекрасно. Обожаю. Обожаю просто. Слов нету. Обожаю этого персонажа. Я думаю, вы уже и так это поняли. Не, ну он прикольный, ну согласитесь. Так, Джулька, ты у меня тут приготовила кушать. Ты просто умничка. Давай тогда сама возьми порцию и поставь на место сразу же. Вот, пока я не забыла это сделать. Да, что у нас тут происходит? Девчонки занимаются прокачкой и впоследствии занимаются хозяйством тоже, конечно же. Вот, как вы можете заметить, наша Ракель сейчас пытается накормить всё наше хозяйство. Да, фермерское, так сказать. Вот. Наша Беатрис единственная осталась, кто тут ещё прокачивается, потому что Алиса уже больше не может. Она мышцу потянула. В принципе, у Ракель та же самая ситуация. И вот пока что Беатрис единственная, кто держится на ногах. Но она просто позднее всех начала. Вы это по показателю бодрости, я думаю, можете заметить. Она очень у нас долго спала. И да, в общем-то, показатели у нас такие. Алиса чуть-чуть, буквально, как видите, 10% она не добила до 8 уровня в фитнесе. У Ракели у нас 6 уровень в фитнесе. И у Беатрис, я думаю, если она постарается, то сейчас тоже добьёт 6 уровень. В общем-то, в принципе, могу сказать, что я довольна. Особенно Алисой. Алисе у нас осталось 3 дня. Обалдеть, 3 дня до взросления. Это, конечно, просто обалдеть. Да, обязательно в эти выходные мы должны закрыть разнорабочего. Это просто даже не обсуждается. Джулия у меня до сих пор... Джулия у меня до сих пор вот такая вот. Я не знаю, не помогает просто ничего. Я, ну, правда, не знаю, что с этим делать. Я помню, у меня Алиса как раз-таки. По-моему, у меня Алиса горела тоже в пожаре. И она тоже так ходила несколько дней. Потом это само по себе просто прошло. Я, правда, не знаю, ребят. Надеюсь, что вас это не сильно смущает. Но, в общем-то, у Джулии всё хорошо. Как видите, потребности прекрасные. Мудлет тоже. Вот. Она у нас большая. Молодец. Я думаю, что сейчас, кстати, вот надо это бельё положить в багаж. Вот. Потому что... Потому что с бельём у нас полный Армагеддон вообще, как вы можете заметить. Просто вообще, капец. Надо будет с этим, конечно, разобраться. Я думаю, Джулия с этим нам поможет. Смотрите, как интересно. У нас тут запертым оказался пыльный кролик. Я не знаю, что с этим делать, если честно. Но это забавно. То есть мы, вроде как, к нему никак подобраться не можем. И, вроде как, спалить он нам ничего не должен. Потому что, ну, по сути, нечего. И, да. Интересно ещё то, что у нас почти 12 дня. А наши девочки только-только ложатся спать. Потому что... Ну, вот как-то так получилось, что только сейчас вот они смогли, как бы, поспать, лечь. До этого у них не получилось это сделать. То есть ночью как-то... Не знаю, если честно, что там было такого, что они ночью не могли поспать. Ну, особо призраки нас не беспокоили. Кстати, мадама наша вообще не приходила. Что интересно. Я её так ждала, ждала. Она взяла, просто не пришла. Великолепно. Всё отлично. У нас, кстати, пятница, да. Я думаю, что это последний уже поход наших мальчишек в школу. Потому что... Потому что, да. Потому что, скорее всего, они будут у нас в субботу взрослеть. Да. Покажите мне. Нет, у нас... Нет, подождите. Покажите мне. Да, в субботу. Вот у нас помечено в календаре, как сегодня, якобы, дни рождения. Но на самом деле, они в субботу у нас повзрослеют в подростков. Я думаю, что я обязательно вам в этой серии этот момент покажу. И у нас наши пацаны тоже подрастут. Обязательно на них посмотрим, конечно же. Прошу обратить внимание на нашу стройную лань по имени Алиса. Если честно, для меня как-то вообще так быстро прилетело время, что этот скачок в её фигуре я совершенно не успела заметить. Вот. И, конечно, сейчас у неё такая довольно-таки угловатая фигура. Но я прекрасно понимаю, что это всё из-за того, что подростковый возраст. И когда она станет молодой, а это случится совсем-совсем скоро, буквально вот-вот, то это всё поправится и прям будет, ну, очень красиво. Ну, вот правда. Ну, всё будет прям очень красиво. Я это знаю по Джулии своей, потому что она у меня тоже подростком была, ну, в принципе, такая же. Она была очень сухая, она была очень накачанная, вот. Потому что она тоже весь подростковый возраст свой занималась фитнесом. И добила десятый уровень. Да, в принципе, Алиса у нас абсолютно точно такая же. То есть она сейчас вот, получается, подсушилась нормально так. Вот в то же время у неё мышечная масса появилась. Да, видите, даже вот рёбра проглядывают. То есть она совсем скинула всё, что только можно было и что нельзя. У неё вон живот просто к позвоночнику вот-вот присохнет. Да. И за счёт этого, конечно, вот это подростковое телосложение, оно так немножечко угловато смотрится. Но вот сейчас она у нас станет молодой, и это будет просто... Это просто будет конфетка. В общем, ситуация такова, что реально у нас нормально прокачиваться хочет только Алиса. Вот в фитнесе у нас, по сути дела, заинтересована только Алиса. Поэтому она вот у нас самая худая. Потому что она вот спокойно абсолютно стоит, прокачивается, набивает эту грушу бледную. Набила уже восьмой уровень, вот уже 25% к девятому набрала. То есть всё замечательно, всё супер. У этих двоих постоянно дискомфортный, постоянно им всё не так, всё не то. Там, подавай с призраками общаться. В общем, я не знаю. Хотя все находятся в абсолютно одинаковых условиях. Абсолютно у всех... Ну, в ужасе ты, да, в испуге. Ну, давай, пожалуйста, побоксируй. И, кстати, по-моему, у всех троих девчонок выработался образ жизни пассивный... Как там? Пассивный отдых дома. Точно у Алисы такое есть, у Ракель есть. Да, и у Беатрис тоже есть. Ну, в принципе, оно, знаете... В принципе, оно логично и неудивительно. Так, Алиса, догадай, а ты мышцу потянула. Да, блинский. Ой, это, конечно, очень обидно. Я не знаю, я ни разу не помню, чтобы Джулия потянула мышцу. Вот честно. Ну, по крайней мере, на какие... Может быть, это после десятого уровня они уже как бы так нормально этим всем занимаются. Ой, не знаю. Ну, Джулия наша, это вообще отдельный случай. Наша Джулия, это какой-то киборг, знаете. Она может... Эта симка может всё просто. Ой, Гидри, спасибо большое. Как приятно, что ты пытаешься нам помочь. Ну, золотой сим просто. Я же говорю, он даже отсюда взял мусор по выбросу. Нет слов, одни эмоции. Да, бак у нас перевёрнут. Надо будет покупать завтра, получается. Так, ну... Ладно, может быть, призраки повыбрасывают. Я не знаю. Джулия, давай тогда суббота. У тебя сегодня выходной. Давай ты пойдёшь, я не знаю, пока отдохнёшь просто. Да, вот, Маршал на своём месте, как всегда, и сломал компьютерным, да. Но, тем не менее, смотрите, он всё равно сидит, он ждёт, да, думает. Где Джулия моя? Что-то я не понял. Да, где эта моя Джулия? Слушайте. Боже мой! Вы это видели вообще? Обалдеть! Ну, знаете, если столько за персонажей своих проиграть, то, конечно, как бы по-любому ты уже научишься и их мысли читать. Это, само собой, разумеющееся. Давай, вздремени, пожалуйста. Ребята, встречаем победительницу. Сейчас я вам покажу. Повышение, да, оператор-экскаваторов. Я так полагаю, что да, это последняя ступень. А это означает официально, что наша Алиса закрыла карьеру разнорабочего. И таким образом она официально уже выполнила свой долг в этой семье, в этом челлендже. И, господи, боже мой, просто посмотрите на эту рожу. Мне кажется, что маршал примерно вот с таким же выражением лица как-то шел на работу, когда тайным агентом работал. Да, и в принципе, когда и рыбаком работал, да, он вот такой же точно приходил. Вот этот вот наш худой, схудевший на стрессе, на тяжелой работе, ребенок закрыл нам карьеру. И давайте же, давайте же мы с вами узнаем, что мы с вами закрыли, какие ограничения. А разнорабочий действительно это очень крутая карьера в плане тех ограничений, которые мы закрываем. Итак, подростковая карьера разнорабочий. Запрещено сажать, растить, прививать, брать образцы и разращивать растения. Запрещено пользоваться пылесосом, в том числе и использовать робот-пылесос. Так, он также запрещен инженер-механиком. Запрещено общаться с пыльными кроликами, но вы их можете топтать. Запрещено нанимать горничную, но это нам не светит. Запрещено использование гидропонной фермы. У вашего дома должно быть выбрано обязательное испытание «Жизнь без удобств». Но это еще нужно инженер-механика закрыть, чтобы его полностью убрать. Разрешено пылесосить один раз в день, даже если у вас нет разнорабочего. Все, ребята, мы с вами можем заниматься садом. Мы с вами можем пылесосить, наконец-то. Я даже не знаю, чему я больше рада. Я на самом деле рада и тому, и другому. Ну, все, ребенок, ты молодец, ты выполнил свое предназначение в этой семье. Теперь ты можешь просто вот спокойно приходить домой и сразу же заваливаться спать. А, наша Джулия, или кто там у нас более-менее себя чувствует получше, чем Алиса? Вот, девчонки две бездельницы. Ладно, я шучу, конечно же. Ты только этот давай поешь. Так, Ракель, вперед, у тебя есть пылесос? Скажи мне, пожалуйста, да, у тебя есть пылесос. Это значит, что ты прямо сейчас идешь и, начиная вот с этого этажа, начинаешь основательно пылесосить. Все. И теперь я буду пылесосить... О, да, этот самый сладкий звук. Боже мой, я так рада, ребята. Еще минус одна карьера, минус третья, получается. Да, уже первый представитель у нас второго поколения отстрелялся со своей задачей, с чем мы все вместе, я думаю, Алису от всей души поздравляем. Осталось ей еще набрать две колбочки, два уровня в навыке фитнеса и все, и она вообще звезда. Ребят, представляете, нам соседи тут принесли еду, да, даже вот снова к нам пришел мафиози, кстати, к нам очень часто что-то приходят мафиози, почему-то они прям, знаете, толпами селятся вокруг нас, постоянно шиваются возле нашего дома. Я не понимаю, конечно, в чем ерунда, почему так происходит. В общем-то, нам принесли еду, нашу любимую, алоэ свинины с песочком солонианской, а тут из-за угла прямо на них выскакивает, где-то, а где? Подождите, вот, выскакивает вот эта вот фигня, и как перепугала их просто до смерти, это просто кошмар, как обречала их, как, господи, оно как начало плеваться на них огнем, скалить зубы, просто посмотрите на эту бандитскую рожу, Ну это же просто, ну это просто возмутительно, я считаю, просто возмутительное поведение. Найдется на тебя, ох, найдется на тебя макинтош, ох, найдется на тебя в будущем макинтош, во, видите, что творит? Совсем, совсем бешеный, я не могу. Ничего страшного, недолго тебе осталось. Ну как, относительно, конечно, только в третьем поколении, как он устареет, жаль, бедное животное, надеемся, что до визита смерти удастся, я хоть, пожалуйста, покладите. Ммм, не люблю такое, какао, ты что? Ну ты что, зайчик мой? Какао, пусинка моя, скажи что-то, я походу стояю. Маленькая моя коровочка, как же я без тебя буду, скажи, пожалуйста, какао? Ой, не люблю такое, не люблю такое, не нравится мне это. Персонажей жалко, животинок жалко, всех жалко, просто, просто кошмарно. В общем-то, у нас тут, как вы можете заметить, генеральная уборка происходит, вот этот этаж у нас уже кристально чистый, он прям блестит. Ох, как мне нравится, как это все выглядит, просто красота. Да, не знаю, что надо сделать для того, чтобы здесь стало так же, возможно ли это вообще, да, сколько раз для этого надо пропылесосить, но мы как бы, мы будем пытаться. Как жаль, что мы разминулись. Делайте ноги отсюда, лучше, мой вам совет, лучше делайте отсюда ноги, правильно, потому что, ну его нафиг, вот честно. С такими этими, с такими визитами, до свидания, здравствуйте и до свидания. Так, ну что, дорогой мой, ты помой ручки, ты себя прекрасно чувствуешь, давай почитай что-нибудь, а хотя нет, лучше возьми, поиграй с игрушечкой, вот. А ты, Джулия, давай, давай еще основательно пропылесосить, вот. Мне так нравится этот бешеный мутлет, не обеспокоить, агрессивная уборка, вот это точно, вот это про нашу ситуацию, как раз таки. А, а, ярмарка, прикольно, но нам не видать ее, конечно. Так, основательно пропылесосить, Ракель, давай, пожалуйста, давай, не капризничай, помоги, бога ради. Так, ты там где? Ты душ принимаешь, все, давай, вот, когда принимаешь душ, иди сюда, на то самое, что ты сделаешь. Ты, наверное, тоже поможешь усердно тереть, вот. Будем все вместе, всеми силами убираться у нас дома. Кто чем может, тот тем и поможет, потому что, ну, это не дело, правда. Я не знаю, что у нас из этого получится, я думаю, я вам покажу наш окончательный результат, а в принципе, я думаю, что сейчас мы будем прям до ночи, до утра пылесосить, наверное, так. Смотрите, какая красота. Я, если честно, глазам своим поверить не могу, что я это вижу, что я дожила до этого момента. Господи, боже мой, у нас чистые полы. Ападеть, какие они на самом деле чистые. Итого у нас на данный момент два кристально чистых этажа. Это вот этот наш первый. И минус второй, получается. На минус первом у нас еще Армагеддон, да. Ну, если вам интересно, сколько нужно пропылесосить раз, чтобы вот с такого состояния достигнуть, да, вот такого. Ну, наверное, раз пять или шесть, да, я думаю, что где-то шесть раз нужно пропылесосить в одном и том же помещении. Поэтому вот такие дела, да. Я надеюсь, что мы сейчас за один день не сожрем всю нашу накопленную электроэнергию. Ну, это было бы обидно, по крайней мере. Так, Джулия. Джулия, дорогая, дорогая моя. Давай, пожалуйста, кстати, у нас там нужно вот это вот наше все хозяйство покормить, да. Я так и поняла, потому что давно они не ели на самом-то деле. Так, все отлично. И потом, я думаю, что мы будем пылесосить здесь. Вот, я бы хотела, чтобы за субботу мы допылесосили еще и минус первый этаж. А наш второй и третий этажи, тогда уже, наверное, будем в воскресенье, потому что мы прикупим нам еще пылесосов. Вот. И, да, я думаю, что каждому прям члену семьи я прикуплю пылесос для того, чтобы у нас все могли помогать. И мальчишки, когда подрастут. А подрастут они уже буквально вот-вот. Гидри, привет! Без ваших мистичковых, без ваших мистических штучек было так хорошо. Честно вам скажу и откровенно. Ребят, у меня экстренное включение. Я, слава богу, увидела, что пацаны проснулись. Думаю, что такое? А вот что такое. У нас происходит взросление. Взросление, взросление. И первый у нас взрослеет Рэндалл. Хотя он на самом-то деле у нас младший. Ой, я вижу тут что-то прикольное. Блин. Слушайте, классно. Так, сейчас мы ему, конечно же, сгенерируем взрослую жизненную цель. Да, ой, не могу поверить. Наш холерик взрослеет. Да, Рэндалл почему-то первый у нас повзрослел. Ну ладно. Итак, мечта взрослого. Мировая знаменитость. Это интересно, конечно. Это интересно. Так, наверное, популярность. Да, да, мировая знаменитость. И черта характера мне уже просто страшно. Да ладно? Вау! Гений в папку пошел. Ёлки-палки гений холерик. И который, ну, такой, знаете, хотел бы, чтобы о нём услышали, так скажем. Ёлки-палки. Ну, конечно же, пузатый, конечно же, полненький. Ой, какой прикольный. Вы только посмотрите на него. Боже, боже, какой прикольный пацан. Ну, это не чисто, это не чисто наш. Вот он на Филберта не очень, ну, такой как бы, я не знаю. Я не знаю, ребят, надо смотреть, конечно. Так, хорошо, у нас взрослеет Рой. Мне кажется, или мы дали какие-то страшные брови тонкие, я не знаю. Наш задира, наш задира Рой. Наш художник. Да, напоминаю, что Рой у нас должен закрыть мецената художника, а Рэндалл полицейского вообще. Так, и Рой жизненная цель у Роя нашего серийный романтик. Нифига себе, нифига себе. У меня, кстати, впервые персонажа выпадает такая жизненная цель. Знаете, аж жалко, аж жалко, что я не смогу толком за него поиграть. Мне всегда было интересно поиграть за такого персонажа. Ну, значит, что-то необычное такое, что-то нестандартное, чего никогда не было. И черта характера... Ну, конечно, не знаю, серийный романтик и задира, это, конечно, нечто. И черта характера... Вегетарианец! Ну, что я могу сказать? Мы вовремя закрыли разнорабочего ребятам. Алиса прям как знала, что ее братец сможет всю жизнь только есть кокосы. Капец! Вегетарианец в апокалипсисе! Офигеть! Офигеть! Игра поиздевалась, конечно, над ним знатно. Все, что я могу сказать. Боже мой! Боже мой! Пацаны! Пацаны! Пацаны мои! Пацаны, вы выросли! Ай, елки-палки! Не очень необычное. Слушайте, очень необычное. Да, блин, брови, Роя портит эти брови дурацкие. Но посмотрите эти глаза, эти красные мамкины глаза. Ой, класс! Класс! Слушайте, я в восторге. Я просто в восторге. Я думаю, сейчас мы с вами отправимся в КАЗ, конечно же, как всегда. Посмотрим на них поближе. Слушайте, они как будто разные. Не, ну хотя я понимаю, что они должны быть одинаковые вроде как. Но они смотрятся как-то, но они смотрятся как-то очень по-разному. Хотя, нет, они абсолютно одинаковые. Видите, меняется только прическа и брови. Все, больше ни черта не меняется. Лицо абсолютно. Ctrl-C, Ctrl-V. Судя по тому, что я вот тут вот как бы вижу. Я вам потом приближу на монтаже, думаю. Ну все, ребята. У нас подросла наша орава. Все, детей у нас больше нет в этом поколении. Уже все взрослые. Взрослые пацаны, ребята. Ой, ну да, ребята. Я, в общем, сейчас перейду в КАЗ. Встретимся с вами там. Итак, друзья, мы с вами находимся в КАЗе. И давайте посмотрим на наших младших близнецов, так сказать. Начнем по старшинству, наверное, с Роя. Да, вот, собственно, собственно, вот как выглядит наш Рой. И я могу сказать, что, посмотрите, очень интересный профиль. Очень необычный в том плане, что очень сильно отличается от, например, профиля. И вот если нашего Филберта брать, да, то у него такое все, ну, более вытянутый подбородок. А вот у Роя с Рэндаллом и Ракель с Беатрис у них профили такие вот почему-то вот такие прям получаются. То есть подбородок совсем такой маленький. То есть практически не выделяется, если так в профиль смотреть. Ну, в общем, интересно. Да, и, ну, конечно же, наши фирменные носы. Ну, вообще, мальчишки полностью, в принципе, наши. Потому что глаза, как бы, глаза Джулии, губы Джулии. Ну, и, конечно же, нос. Наш фирменный Ллойдовский нос. Вот. Ну, в принципе, еще в детстве было понятно, что это наши мальчишки. Да, и, ну, конечно, они как Беатрис Ракель, так и Роя Рэндалл, они близнецы. Вот, у них отличаются только брови и прически. Ну, в принципе, за этот счет они смотрятся достаточно так по-разному. То есть, ну, как бы, не перепутаешь, так скажем. Вот, сразу видно, где один, где второй. Ну, и давайте посмотрим, во что их нарядила игра. Кстати, если не ошибаюсь, обоим дали тапочки. Да, тапочки с зайчиками. Дали что Роя, что Рэндаллу. Блин, это так мило на самом деле. Давайте посмотрим, чем их одарила игра. И вот такой вот у нас наряд повседневный у Рэндалла. Ну, конечно. Ну, ладно, еще по-божески. Так, вот такой вот официальный костюм. Спортивный. Ну, я могу сказать, что для спорта игра наряжает вообще, в принципе, удачнее всего, как мне кажется. Спальный костюм. Костюм для вечеринок. Везде почему-то цепляют вампирскую одежду. Понять я не могу никак, почему это происходит. Не знаю, почему игра так предпочитает. Игру именно для этой нежити. Ну, да ладно. Так, наш купальник. Угу, угу. Костюм для жаркой погоды. Нормальный, в принципе. Ну, конечно, вот эти кольца. Целая куча колец. Это, конечно, да. И сережки. Ну, конечно же, как же мы без сережек. Ой, Рэндалл, ой, Рэндалл. Какий модник. Просто посмотрите. Так, и костюм для холодной погоды. Ну, такое себе, конечно. Ну, в принципе, вот, знаете, учитывая то, что у нас Апекс Улани, то вот этот вот, вот эту категорию одежды можно сразу откидывать, потому что ни разу Сим ее не надевают. Потому что на наших островах не настолько холодно. Поэтому, в принципе, Симы никогда в ней не мелькают. Ну, и наш Рой. Угу. Значит, он у нас такой крутой парень. Такой вообще ловелас, конечно. Серим и романтик. Вот такой вот он у нас. В официальном своем наряде. Спортивный костюм. Ну, как я и предполагала, вот самый нормальный, пожалуй, из всех. Так, это спальный наряд. Наряд для вечеринок. О, матерь божья. Какой ты стильный. Какой ты модный. Так. О, купальный костюм тоже, конечно. Ну, в принципе, если он схуднет, то вот эта вот мальчика такая откровенная будет на нем очень даже неплохо смотреться, мне кажется. Наряд для жаркой погоды. Боже мой, больше на пижаму, если честно, смахивает. Или какую-то домашнюю одежду. Ну, да ладно. И наряд для холодной погоды. О, прям джентльмены. В берете. Настоящий художник. Ну что, собственно, вот такими подросли наши ребята, наши мальчишки. Я очень довольна. Единственное, конечно, я бы очень хотела поменять Рою брови. Потому что, мне кажется, они его портят. Ну, уже как есть, конечно. До того, пока нам не выпадет стилист, будем наслаждаться вкусом нашей игры. Да. И я думаю, что на этом моменте уже стоит попрощаться вместе с вами. Всем огромное спасибо за внимание. За то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч. Мы увидимся с вами совсем скоро. А пока что, всем пока.